Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Да, добрый день, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Диагноз недели». Ариэль Резник Мартов в студии с нами сегодня. Погода сегодня такая. Тут дождь, тут духота, все как-то вокруг не идеально. Не идеально, да, я тоже об этом подумал. И вообще все время как-то все не идеально, что может быть и к лучшему. А с чего я об идеале-то? А с того, что очередной раз у меня в кабинете появился пациент, который сообщил мне, что он вырос в абсолютно идеальной семье. Идеальная семья. Идеальные родители, чудесные, прекрасные, идеальные отношения родителей друг с другом, идеальные отношения к своим детям, все идеально. Но почему-то у пациента очень большие проблемы в личной жизни, проблемы в выстраивании своих отношений и так далее. Я тогда даже вспомнил приходивших ко мне подобных людей с утверждением об идеале своей семьи, даже на фейсбуке написал такую небольшую фразу, что каждый раз к мне приходит пациент, рассказывающий об идеальной семье, идеальных родителях, и я слышал, что где-то вдалеке скелеты в шкафах просыпаются, начинают ломиться наружу. Но идеал, как мне кажется, ведь он сам по себе пугает, потому что мы можем вспомнить антиутопию, в частности, Замятина. Помните, они строили интеграл, некое идеальное измерение, и, соответственно, всё, что касается идеала, в этом есть что-то очень страшное и очень стерильное, как, например, космос и пустота, и одиночество, наверное, можно тоже здесь найти. Вот этот идеал, он ведь холоден, мне кажется. Во-первых, идеал всегда недостижим. И недостижим. Во-вторых, практически всегда идеал бывает или в прошлом, или в будущем. Его нет в настоящем. То есть его нельзя потрогать? С ним вообще ничего нельзя сделать. С ним вообще ничего нельзя сделать. Что такое идеал в прошлом? Но мы можем найти сразу массу примеров. Греческие истории о Золотом веке, который был некогда, когда люди были прекрасны, когда боги были милостивы, люди были праведны, мир вообще был совершенен и чудесен. Это история о райском саде до грехопадения, пока Адам с Евой не начали творить запретное, и до того они не знали зла, не знали греха, не знали стыда, и жили прекрасной, идеальной жизнью. Правда, пока они не позволили себе выйти за рамки идеала, история человечества не так и осталась бы ограниченной пределами Адамского сада. Видимо, их всё-таки это не удовлетворяло, потому что Ева-то откусила яблоко, как мы знаем. Соответственно, желание выйти из зоны комфорта, скажем так, хотя вы не любите это определение, победил. Вопрос, кто же был змеем на самом деле, и для чего он появился в этом саду. Что ещё у нас сходит из идеала в прошлом? Ну, известная история о предках наших, прадедах, которые были мудры, справедливы, которые жили по правде, судили по правде, отношения их тоже были возвышены, нравственны. Девы были прекрасны и чисты, мужчины были смелы, работящие, и крепкие веры, и так далее, и так далее, и так далее. Или же идеал может быть где-нибудь в будущем. Светлое будущее, которое строили, строили, построили. Да, те же утопии, те же истории о том, что как некогда возможно человечество процветёт. Правда, утопии, описанные классиками Томасом Мором и так далее, они при ближайшем рассмотрении не сильно радуют душу, потому что в утопических мировах будущих тоже были и рабы, и ещё много всего интересного. Ну, утопия вообще, как и антиутопия, как мы знаем, там редко всё хорошо заканчивается. Если возвращаться к теме идеальной семьи, я всегда люблю, когда мы говорим об идеале, превратить в пример историю об идеальном газе, который мы все в школе учили. Поскольку я плохо помню школьное определение, позвольте заглянуть в энциклопедии. Идеальный газ – это теоретическая математическая модель газа, в которой пренебрегают размерами частиц и не учитывают силы взаимодействия между частицами газа. Дальше я опущу пояснение. Что такое идеальная семья? Очень похоже. Она идеальна, потому что она некая такая сусальная картинка. Это математическая модель. Да, даже только без математики. Не учитываются особенности характера, шероховатости и масштабы личности участвующих. Не учитываются истории их взаимодействия. Не учитываются проблемы, которые возникали, которые преодолевали. Не учитываются сложности, которые каждый так или иначе привносят из своего детства, из своей семьи, в семью, которую он строит. Ну, вы сказали о том, что идеальная семья, и пациент, у которого, скажем так, проблемы, несмотря на то, что, как он считает, у него была идеальная семья, мне здесь пришла в голову мысль. Я вспоминаю о некоторых моих знакомых, особенно девушек, которые говорили, что идеал мужчины для меня отец, и никто до него достичь не может. Это, в общем-то, мешало, ну, по крайней мере, одной моей знакомой завести нормальные отношения за всем, потому что она сравнивала не в пользу потенциального избранника, и это приводило к тому, что она долгое время была одна. Это та самая история, о которой мы говорим? Это одна из. На самом деле, если мы говорим об идеальном родителе, хотя это слово и сразу, это хороший отец или хорошая мать. Хороший отец вырастет свою дочь с уверенностью в том, что она любима мужчиной, что мужчина – это дружественная, любящая, защищающая сила, и поэтому, если подобные отношения были с отцом, то она вполне сможет выстроить отношения, неразрушительные отношения с добрым, любящим человеком. То есть она найдет себе нечто похожее на отцовский образ, живой и теплый, а не некий недосягаемый холодный идеал. А вот зачем людям история об идеальной семье? Это очень интересно, потому что, смотрите, для начала человек говорит, что у меня идеальная семья, человек говорит, что мне говорит, что я идеальный, и жизнь моя не идеальна, в общем-то. То есть всегда чувствуешь себя ущербным в этом смысле? Потому что идеал здесь, а ты… Как ты можешь построить свою хорошую семью, если есть идеальная? И это давит? Это давит, это ограничивает выбор. И, естественно, это бессознательно на большой части. Во-вторых, человек, который считает себя не идеальным по сравнению с кем-то, он всегда чего-то недостоин. Он всегда будет недостоин хороших отношений, всегда будет недостоин любви, потому что где-то там есть подлинное. Ощущение ущербности, то есть, получается? Ущербности себя, ущербств своих отношений, ущербность своих выборов. Или наоборот, это такое ощущение, что выбор страшно сделать, потому что он по определению будет плохо. Он по определению будет плохо, и ничего из этого не получится. Что еще интересно, мне кажется, по поводу представлений, что такое идеальная семья? Если я считаю, что моя семья идеальна, то, скорее всего, у меня нет с ней близости. Потому что, опять, что папа, что мама, что их отношения – это некие образа, как на иконах или еще. То есть, они недостижимы для… Они – это как житие святых. Ты как-то можешь быть близок со святым образом. Ты можешь ему поклоняться, ты можешь пытаться хоть в чем-то ему подорожать, но это заранее обречено, потому что ты не святой. Ты одержим страстями, грехами, ты хорошо или даже более чем хорошо видишь собственные недостатки. И поэтому эта близость невозможна. А как формируется вот этот образ и иллюзия идеальной семьи, скажем, у ребенка? То есть, от чего это зависит? Это, видите, где проходит та грань между хорошей семьей, любящей семьей и идеальной семьей, которая вот может разрушать? Я думаю, что ощущение идеала ребенку вообще не знакомо. Ребенок может только ощущать себя хуже. Любимым или нет, плох он или хорош. Мы часто говорили о ситуациях, где дети всегда недостаточно хороши. Что тебе придут, например, бабушку и дедушку или еще какую-то вереницу предков, которые… Я в твои годы. Я в твои годы. Или вот эти люди добивались того-то, того-то. А ты кто? Ну, опять классическая, это уже такая банальность-банальность, сравнение, посмотри вот на других детей. То есть, ребенок, не знаешь, что такое идеал, ребенок может начинать бессознательно чувствовать, что он недостаточно хорош. И вот, мне кажется, в этой ситуации даже любовь, она должна быть некой идеальной, которую ты должен заслужить, ты должен соответствовать. Вот это чувство идеала, которому ты, в общем-то, не можешь соответствовать, ты обречен заранее, это накладывает отпечаток. Но ребенок, обычно ребенок, доходя до возраста подросткового, начинает бунтовать. Но это обычная такая распространенность. Это нормальная часть развития человеческой личности. Но есть моменты, когда ребенок бунтовать не решается. Я всегда говорил, что мне тихие, послушные дети в плане психического здоровья куда более подозрительны, чем хулиганы и бунтари. Потому что они подавляют в себе свои настоящие желания. Правильно? Так это работает. Потому что они подавляют в себе желания, потому что они подавляют свои эмоции. Потому что для того, чтобы на что-то претендовать, на расширение своих прав, на расширение свободы, нужно, и тоже часть роста, противостояние родителям. Здесь ведь очень часто можно услышать, я не делаю это потому, что не хочу расстраивать маму и не хочу расстраивать папу. Это не хочу расстраивать маму и не хочу расстраивать папу становится такой доминант. И человек подавляет в себе свои какие-то чувства, эмоции и не высказывает их, и держит их где-то глубоко в себе именно по этой, наверное, причине. Это тоже. Но вот еще раз вернемся к теме идеальности. Если папа и мама заранее назначили себя или назначены ребенку, скорее всего, они обычно назначают себя, это способ такой продажи ребенку своего образа, что я идеальный. Посмотри, как чудесна папа, как чудесна мама. Куда тебе? То есть где есть идеал, там нет близости. Где есть идеал, возможно, восхищение, обожание, коленопреклонение, которое сейчас так происходит в разных странах, или попытка подорожать, но чаще всего ощущение, что ты обречен, что ты не можешь подорожать, потому что куда тебе добиваться таких высот. Вот я обращал внимание, что, это, кстати, и в кинематографе находят свое отражение, очень часто мама или папа, в основном мама, как мне кажется, наказывают ребенка холодом. То есть они перестают с ним общаться и таким образом демонстрируют, что они чем-то недовольны. И мне кажется, это мое очень субъективное восприятие, это очень жестокая пытка для ребенка. Потому что тогда он чувствует отстранение, и тогда он именно страдает. Вот это ведь тоже игра с идеалом. Мама вдруг становится снежной. Наверное, жестокая, но они же это делают почему-то. Я думаю, что тоже люди, которые ощущали в детстве свою вину, ощущали холодное, осуждающее молчание. И, возможно, многие из них чувствовали, что надо искупать любой ценой. Поэтому этот механизм воспринимается как работающий, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, обижены взрослые, не разговаривающие со своим ребенком, ожидая сейчас к нему придут мириться. Это тот же самый ребенок. Это маленький ребенок, который надулся и ждет, сейчас его придут, обнимут, поцелуют и скажут, все хорошо. Он просто забывает, что дождет тоже от своих детей, которые не понимают, что происходит. И это часто звучит, что от моих пациентов тоже со мной не разговаривали целыми днями или неделями. Это такая разрушающая ведь все-таки, разрушающая воздействие со стороны. Разрушающая. Разрушающая. Это ошибка, которую делают многие из нас. И хорошо, если эти ошибки вовремя осознаются, когда вот есть возможность эту ошибку исправить или в любом случае начать разговаривать. Вот эта холодность, которую используют в качестве инструмента, она создает иллюзию идеала для ребенка. Вот эта близкая, но далекая мама, например. Или близкий, но далекий папа, который здесь рядом, но не с тобой, потому что он в замороженном состоянии находится. Это ведь отсылает нас к сказке Андерсона про снежную королеву, которая вся такая идеальная, но тем не менее не может любить, не может подарить людям тепло. Ну, это же хороший образ из Андерсона, где похищенный Кай должен был льдинами выкладывать слово «счастье». Чем-то очень хорошим. Чем-то очень холодным он выкладывал слово, которое остырится с теплом и радостью. Ну, вот эта стерильность, этот холод, световая гамма, белый или серый, это ведь тоже все приближает. Снежная королева – это отдельно, у нас давно была передача на эту тему. Говорили об этом. Мне кажется, что как раз, когда мы говорим об идеале, очень часто возникают ассоциации именно с холодом. С холодом, где, в общем-то, снежная королева, напомню, в этой сказке она Кай украла, но она не знает, что с ним делать. Она не знает ни как его любить, не знает, как его радовать. Она просто живет рядом с ней и выкладывает из льдин бесконечно это слово. Я думаю, что холод еще не делает родители для ребенка идеальными. Я думаю, родители для ребенка идеальными делают, на самом деле, собственные чувства вины тоже. Или заранее расставленные акценты в семье, когда кто-то в семье взял на себя роль самого главного идеала. И все остальные, ну, не знаю, тоже вполне такая картинка патриархальная из прошлого. Папа у нас мудрый, велик, мама у нас занимается домом, следит за хозяйством, любит папу, папа любит, папа обо всех заботится. У нас чудесная, прекрасная семья. Пока мы не начинаем развивать подробности. Это, конечно, интересно наблюдать, когда люди у меня в кабинете вдруг осознают, когда проходит какое-то время и говорят, боже мой, я вдруг как будто у меня глаза протерлись. Я вспомнил, как было то, как было это. Я вспомнил, как на самом деле себя ощущала мама, как вы себя чувствовали мы. Что, кстати, интересно, что эти идеальные образы, при ближайшем рассмотрении, как снимается этот идеальный свет и сияние, они не оказываются монстрами и чудовищами. Они просто оказываются обычными людьми. Обычными людьми, несчастными людьми, ранимыми людьми, очень переживающими людьми. Я, кстати, неоднократно замечал, что когда уже дети постарше говорят о киранических родителях, очень часто звучит не то, что если я скажу или поступлю так-то, меня забьют или всего лишат или еще что-то. Звучит, папа расстроится, папа обидится, мама расстроится или обидится. Это то, о чем я говорил, не хочу расстраивать маму. Это тиранимные чувства. Вот этот идеал на самом деле, когда пропадает, возникает наоборот то самое человечное. Но человечное в этой семье не в чести. Человечное должно быть признано чем-то, что чувствует, избавится. Здесь, мне кажется, ведь сама природа закладывает определенные элементы. Когда ребенок рождается, и пока он растет до определенного возраста, родители являются для него авторитетом абсолютным. Потом он начинает понимать, что это просто люди, которых он любит, но тем не менее они не лишены каких-то человеческих недостатков. Но ведь изначально для него родители, вот эти большие существа, которые окружают его заботой, если окружают, конечно, то являются для него тем самым идеалом, тем самым главным авторитетом в жизни. Поначалу да, но, в общем-то, и они для него являются авторитетами в жизни, но и он себя ощущает в центре, он зависит от их любви, очень сильно зависит. Поэтому у ребенка, как мы с вами говорили, бывает период иллюзии всемогущества, когда родители заботятся, когда все его желания выполняются. В какой-то момент есть чувство, что это как магия. Достаточно просто всхлипнуть. Все произойдет, потом магия, к сожалению, исчезает. Мне кажется, идеальные семьи возникают там, или фантазия об идеальной семье, где люди боятся быть человечными и уязвимыми, где люди пытаются сами соответствовать этому идеалу в итоге, а остаются в одиночестве. То есть они создают себе не всегда бессознательно этот образ выстраивать? В основном бессознательно, конечно же, но все надо как-то подражать. Вот в нашей семье есть такая фигура, и, конечно же, она, это столб, это оплот, это, если мама, то это образец женственности, красоты и доброты. Если папа, то это образец... Папа сильный, мама красивая. Папа тоже мужественным, сильным и так далее. Пока мы не замечаем, что у них есть свои слабости, свои уязвимости, и это и делает нас близкими. Чем можно сравнить? Человек, любующийся красоткой в Инстаграме или на развороте журнала, человек, имеющий дело с живой реальной женщиной, это совершенно разные ситуации. Может быть, близок с красоткой из Инстаграма, может быть, близок с реальной женщиной, у которой есть, я не знаю. Прыщик на щеке и какие-то свои детали, которые делают ее живой, они нарисованы или не высечены из холодного мрамора. Но человек взрослым способен разделять эти вещи, это как компьютерная игра, опять же, и так далее, или не всем это удается? Сознательно что-то можно, вся путаница происходит на бессознательном уровне. И еще раз, история об идеале, зачем человеку идеальная семья, это история о том, чему ты должен поклоняться, и во что ты не можешь и не имеешь права вмешиваться. Кто ты такой, собственно говоря, что вмешиваться и менять идеальные установления. Так как установление богов, так как изначально картинка не должна меняться. То есть я этого не достоин. Вот это главная мысль в отношениях индивидуума с идеалом, я так понимаю. Я этого не достоин, я не вижу наших, моих близких вообще, я их не вижу, не чувствую и не понимаю. Я ими восхищенно любуюсь издалека, между нами огромное расстояние. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Программа «Диагноз недели», оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Да, мы продолжаем. Звоните нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите в WhatsApp 230-6191. Программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Резник Мартов. И говорим мы сегодня об идеале. Кстати, вот сообщение, которое пришло к нам по WhatsApp, пишет нам слушатель. Добрый вечер. Родители радуются или огорчаются тем или иным поступком ребенка. И от ребенка скрыть это почти невозможно. Поэтому неудивительно, что ребенок знает, какой поступок может огорчить маму или папу. Вроде все честно. Такой комментарий. Когда родители радуются или огорчаются поступком ребенка, но это не влияет на их отношение к ребенку. Прекрасно и замечательно. Это не надо скрывать. Да, и ребенок может, видишь, он огорчает родителей чем-то. И нормально, когда ребенок любит своих родителей и не очень хочет их огорчать. Когда целью всей жизни его становится не огорчать родителей. Когда огорчать родителей, это фактически как совершить смертный грех, за который ты будешь каяться, расплачиваться очень долго. Мы говорим, вот тогда возникает печальная ситуация. Справедливости ради слова идеал, оно не всегда однозначно плохо. Но у всех мы говорили, как это с Боржей, идеалы юности. Ну, совершенство в конце концов. Идеалы юности мы хотели что-то достигать. У каждого какой-то своей профессии или в чем-то еще был образ, который для него казался идеалом, и он стремился ему подражать. Он, конечно, не стремился узнать все подробности личной жизни этого человека, чтобы образ не мерк или не покрывался какими-нибудь дефектиками. Но идеал, мне кажется, это хорошая мотивация для человека стремиться вверх. Поскольку он недостижим, ты всегда ставишь планку выше, выше и выше, и это, в конце концов, стимулирует к тому, чтобы развиваться, учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил, сами знаете кто. Если помните, когда-то в школе давали сочинения, там, мой идеал, кому я хотел бы подражать, кто для меня идеальный герой и так далее, и так далее. И многие писали на звонок. Да, на звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вот то, что они не хотят огорчать родителей, дети, да. У меня вот было знакомое семейство, знакомые, родственники мои. Родители работали большей частью за границей, дети были уже здесь. Когда родители приезжали, дети были буквально пареньками. Когда родителей не было в Москве, это было, ну, я не знаю, там и гулянки, и пьянки, и все на свете. То есть, вы понимаете, это может быть, это может привести к двуличности. То есть, они при папе-маме пареньки, а где-то за угол зашли, и все, и пошли вообще тяжкие. Вам не кажется, что это вот стремление воспитывать ребенка в идеале, это как раз очень плохо. Спасибо. Да, спасибо. Ну, вот такой вот пример. Быть, а не казаться, или казаться, а не быть? Ну, во-первых, люди, которые воспитывают детей в строгости, вопрос, строгие ли они сами к себе. И если даже строгие к себе, это не очень хорошо. Ну, как мы знаем, одно из проявлений, стремление к идеалам – это перфекционизм. Когда все должно быть идеально. И лежать. Когда все должно быть своевременно, в своих местах, сделано как можно лучше и так далее. И для каких-то рабочих навыков это, наверное, хорошо. Но перфекционизм самому жить нелегко, и рядом с ним жить абсолютно тяжело. И это скучно. Ну, кому как. Есть те, кого это развлекает и жизнь наполняет, а есть по-другому. То есть, в принципе, с одной стороны, если мы считаем, что наши родители или кто-то еще, наши профессиональные ориентиры, они прекрасны и совершенны, и стараемся им подражать, мы куда-то поднимаемся. Это правда. Но иногда подражание несуществующему – это заранее обреченная история. Подражание несуществующего – попытка сделать несбыточное, попытка сделать невозможное. И это может разрушить. Поэтому, наверное, в общем-то, опять интересно, на какую почву падает стремление к идеальности. Вот интересно, что я вспомнил сейчас интервью, которое нам давал Константин Райкин, сын Аркадия Райкина. И он как раз говорил о том, что когда меня называют Константин без отчества, я счастлив. Потому что мне уже почти 70 лет, а меня до сих пор считают сыном того самого Райкина. И вот эта недостижимость идеала отца в данном случае, в том числе внутренняя, наверное, для детей, известных родителей, больших артистов и так далее, мне кажется, тоже является такой проблемой. Мне кажется, фраза Константина Райкина говорит не о тех людях, которые с ним разговаривают, а о самом Константине. О его внутренней борьбе. Которая до сих пор для него, папа, есть некая величина, которой надо стримить. Когда говорят, ты не Константин Аркадьевич, а просто Константин, то, наконец-то, я сам по себе могу расслабиться и не подумать сразу же на контррефлекторном уровне, а кто я, дотянулся ли я, соответствую ли я и так далее. Вообще условия идеала всегда – это малая информированность об объекте идеализации. Не может касаться семьи или это касается каких-то политических взглядов и так далее. Каким образом достигается малая информированность? С одной стороны, можем просто мало знать. С другой стороны, если в отношениях личных, с родителями или с объектом любви и так далее, если есть вещи, которые знать несовместимы с идеальностью, нам на помощь приходит хорошо знакомый механизм вытеснения. Мы это отказываемся замечать, мы это отказываемся осознавать. Как только что-то, не совпадающее с этим идеальным образом, попадает в поле зрения, мы немедленно, наше сознание защищается и выбрасывает какой-то бессознательный уровень. Но это мы наблюдаем в том числе на политических дискуссиях, когда человек занимает одну позицию, находит подтверждение этой позиции и отрицает любую другую точку зрения, потому что считает её неправильной изначально. Есть так. Есть люди, для которых гибель идеалов равносильно гибель их самих. Мы вспомним, было довольно-таки сравнительно много людей, которые, когда наступила перестройка, военные покончили с собой. Я знаю историю. Что мир изменился там? Ну, это люди, которые, допустим, военные, которые оказались не в Советском Союзе, не в России, в других странах, когда у них был выбор принести присягу другой стране или нет, многие кончали с собой, потому что для них это было несовместимо с неким идеальным образом офицера, его чести и так далее. Можно, конечно, в их сторону крутить пальцами у виска и так далее, а можно задуматься. Есть люди, которые ради сохранения своего идеала готовы на очень радикальные вещи. Это такая самурайская история в какой-то стиле. Только самурайская, на самом деле. На самом деле, самураи, это как-то первое приходит на ум, но во всех армиях офицерская честь, честь военного, она очень высоко ценилась, и очень часто люди кончали с собой, чтобы эту честь не посрамить. Кстати, вот чисто самурайская история была история, по-моему, в XIX веке. Кто-то из великих князей приехал в полк, чем-то оказался недоволен и грубо отозвался об офицерах полка. Офицеры потребовали извиниться. Вызвать великого князя на дуэль нельзя, это невозможно. Поэтому один офицер, который потребовал за него отказали, покончил с собой. Это сделал, по-моему, еще двое офицеров, они тоже покончили. После этого великий князь был вынужден предполком извиниться. Это история вроде бы совершенно самурайская, и при этом абсолютно российская. Здесь, мне кажется, еще один важный аспект, который мы затронули, это иерархии. Потому что вы указали армию в качестве примера, и мне кажется, армия, поскольку это такая очень иерархичная структура, там легче восприятие идеала. Потому что за шагом, например, церковь мы можем взять в качестве тоже иерархической структуры, далее идет патриарх, а далее идет уже, в общем-то, Господь-Бог. И так далее. То есть идеал, это тоже получается такой путь к идеалу, он, в общем, через иерархию легче достигается. Его, скорее, его осознание и восприятие. Если есть иерархия, значит, ты стремишься к неким высшим ступеням, то, наверное, это работает и в религии, и в армии, это везде, где есть куда стремишься. Наверное, есть и, как бы это сказать, духовная иерархия, интеллектуальная иерархия. Ты можешь осознавать недостижимость тех образов, с которым ты стремишься, но все равно стремиться двигаться туда. Был, кстати, по-моему, труд у кого из католических богословов известных, имитацию Кристи, подражание Христу. То есть ты не можешь стать Богом, но ты можешь стараться подражать Ему во всем, чтобы стремиться стать чище и выше. Здесь есть еще, видите, интересный парадокс, как мне кажется, потому что есть такая фраза, чем больше я знаю, тем меньше я знаю, и, соответственно, человек, который меньше знает, убежден в том, что он знает практически все. Ну, есть такие, возьмем цветы для Элджернона, как он воспринимал реальность, как он воспринимал счастье, как он воспринимал жизнь в момент его изменения, его интеллектуального уровня. И, как мы видим, когда человек становится, не знаю, интеллектуально, получает Нобелевскую премию, он понимает вдруг о том, что, в общем-то, этот идеал недостижим, как мне кажется. А человек, который, повторюсь, знает немного, ему проще воспринимать это свое знание, как некую истину в последней инстанции. Есть такой парадокс, как считаете? То есть, ближе к ощущению идеала тот, кто знает меньше. Ну, идеал все подразумевает малую, мы уже говорили, малую ограниченную формированность. Ты не можешь идеализировать то, что ты хорошо знаешь. Когда мы читаем, ну, я не знаю, как сейчас происходит, мы во времена моего детства и в юности, когда мы в школе учили Пушкина, то мы учили, как потом выясняется, абсолютно выхолощенный образ, лишенный страстей, лишенный всех пушкинских буйных эмоций, всех его… Даже о его любви к женщинам. Всего на свете. Очень стерильно. Да. Потом, когда мы… Кому это интересно начинает узнавать, читать о Пушке, что интересно, это не делает Пушкина хуже. Это делает его человечнее. Это делает его, и мы понимаем, насколько эта личность масштабна, потому что, опять, это не нарисованный кто-то на доске двухмерный. Это человек такой же, как мы, только наделенный гением, наделенный титаническими страстями, наделенный… Сколько ему тяжело со всем этим было жить. И это тоже делает его из какого-то бесполого или бесцветного идеала совершенно по-настоящему… делает нас ближе. По-настоящему это возможно понять его стихи, его прозу. Поэтому для меня, мне кажется, со временем понимаешь, что есть люди, которые хотели бы знать много, как можно больше. И не важно, это люди, которых ты уважаешь в плане каком-то профессиональном, или это люди близкие тебе. Я думаю, что одна из, на самом деле, вещей, которая ведет нас по-настоящему близкими с нашими родителями, с нашими друзьями, это когда мы о них узнаем много, узнаем, как они несовершенны, узнаем, что у них есть свои болевые точки. Именно такими мы их любим и принимаем. И это куда более энергозатратный процесс, он может нам даться нелегко, но именно это делает нас по-настоящему близкими. Сейчас звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Михаил. Да, Михаил. Ну вот я слушаю вас, я понимаю, что у вас есть самая большая ошибка в том, что вы не можете понять, что идеал – это прежде всего какие-то нормы, общие нормы. Если каждый будет воспринимать идеал субъективно, то у этого идеала не будет общего знаменателя. Один будет видеть в проститутке идеальность какую-то, а другой будет хулить святую мать Терезу, не знаю, что-то в этом роде. Поэтому очень важно сначала вам договориться об нормах идеала. Например, идеальный человек, он не может быть ни в чем, хотя к этому нужно стремиться, это относится к духовному, к скрепам, о чем говорит Путин. А, например, если вы говорите о матери, о отце, он может быть не идеальным, но в каком-то определенном моменте очень удобным быть или тем, на кого хочется ориентироваться. Но ровно настолько, насколько человек видит это все. Вы правильно сказали, что чем важно видеть больше и глубже того человека, тогда увидишь, что он не идеален. Но это может быть еще также относится к тому, что вы специально ходите в какие-то недостатки для того, чтобы его унизить. А на самом деле в базовых вещах, в тех вещах, о которых вы договорились сначала, он и будет идеальным. А в каких-то нюансах, прыщи, не потертый нос, еще что-нибудь – это все ерунда. Спасибо. Спасибо. Вот такой комментарий. Хорошо, Михаил, чтобы вы указали мне на мои ошибки. Что бы я без вас делал? Я не думаю, что мы совершили ошибку. Во-первых, потому что понятие идеала у каждого свое. Каждый идеализирует своих родителей или не идеализирует. Каждый идеализирует какие-то фигуры исторические, политические, творческие, угодно. Мне кажется, здесь трудно ввести некий общий стандарт идеализации. Мне кажется, есть разница между идеалом и эталоном. Потому что если мы говорим «эталон килограмма», допустим, можно измерить. С идеалом гораздо сложнее эта история. Все-таки. Да. Да. Поэтому я думаю, что эталон… Вы это совершенно правильно заметили. Наверное, все-таки… Эталон можно измерить. Эталон – это что-то, что можно потрогать и с чем сравнить. Вот тебе положили такую-то деталь, сделай ровно такую же. Кто-то рядом отжался 20 раз, отжились тоже 20 раз, вот тоже соблюдая идеальную форму и так далее. Это эталон. А идеал – нечто совсем другое. Идеал всегда частично за пределами материального мира. И я бы не хотел кого-то призывать. Не идеализируйте. Видьте недостатки. Ищите недостатки. Это то, что называется критическим мышлением. Да. Сомневаетесь. Была замечательная книжка Сомерса Томоэма о Гогене. Он там был по другим именем выведен. «Луна и грош». Луна и грош, да. Хорошая вещь. Да. И там описывалось два подхода к писанию биографии. Когда о покойном Гогене писали биографию. Один был человек, который предельно бы идеализировал и пытался замазать все его недостатки и прегрешения. А второй, который пришел в биографию, было сказано, если бы Гоген хоть раз не оплатил счет в ресторане, то можно не сомневаться, что счет был бы найден и приобщен к биографии. Вот, мне кажется, мы идеализируем с какой-то целью. Причем почти всегда она бессознательна. Вот пишет нам радиослушатель. Спасибо за ответ. Вадим, прошу прощения, но, на мой взгляд, цвета для Элдернона. Главный герой был действительно счастлив в начале и в конце. Это отсыл к мысли о том, что не все знания делают нас счастливыми. Ну, собственно, да, я с вами соглашусь. Я это имел в виду, но он еще и воспринимал, когда ты находишься в той стадии своего интеллектуального развития, то, в общем-то, для того, чтобы постичь идеал, много не надо. Потому что ему казалось, что у него есть друг, который его любит. А когда он поумнел, выяснилось, что этот друг над ним издевался. А идеал – это вообще не о счастье. Идеал – это о совершенстве. О совершенстве и счастье – совершенно разные вещи. Ну, можем вспомнить старые лозунги «Железной рукой загоним человечество к счастью». Было такое когда-то тоже. Вот. Поэтому мы о чем все не говорим и к чему мы, в общем-то, клоним. Если, сказать, с моей узкопрофессиональной точки зрения, то, с чего я начал, когда человек приходит ко мне в своей идеальной семье, это значит, что человек не знает ни своей семьи, ни себя самого. Мы все в той или иной степени не знаем. Но вот в данном случае эта идеализация разрушительна. С одной стороны, защитна. Это какие-то вещи, которых я не хочу знать от своих близких. Они спрятаны. Они спрятаны. Это подорвет мою картину мира и так далее. С другой стороны, отдаляясь от своих близких, не понимая своих родителей, делая свое детство идеальной картинкой, я лишаюсь возможности узнать себя, понять себя, а значит, что-то изменить в себе. Если человек пришел к психотерапевту, значит, что-то ему плохо. Как бы он не относился к этому с иронией, с самоиронией, но в общем, ему плохо. Вот эта история о понимании своей семьи по-настоящему, понимание, почему такими стали твои родители, это дает нам возможность близости с собой и близости с нашими родными. Если мы говорим об идеале во всех других сферах, он, Дмитрий Быков говорил, он не фанат советской власти, он говорит, что в советской власти выдвигались некие идеалы, которые в общем-то были хорошими. Надо читать, не надо быть жадным, надо дружить, надо творить, надо честно работать. То есть, то, что часто люди за идеальными призывами скрывали некую фальшую манипуляцию, это отдельная история. Но, тем не менее, наличие идеала в мире, наверное, это хорошо. Здесь ведь есть две категории идеалов, как мне кажется, потому что вот вы упомянули советское время, Дмитрия Быкова, я вспоминаю Владимира Ильича Ленина, хотя я был 11-летним, когда Советский Союз развалился и застал только его самый конец, это перестройка и то, что я помню в сознательном возрасте, я помню, как нас учили любить Ленина. И я ещё это хорошо застал, и как это было сделано, и как я действительно в тот момент думал о том, что Ленин – это такой добрый дедушка, который абсолютно святой человек. Это создание идеала из, в общем-то, ну, скажем так, мягко, неоднозначной исторической фигуры. И это работало. Вот дети всё-таки в каком-то возрасте, они легче воспринимают эту идеальную картинку, которую им пытаются внушить. Детям внушить легче, безусловно. Вопрос в том, что рано или поздно мы вырастаем, и на нас там или приходит, или обрушивается информация о неидеальности. Но ведь часто страшно её принять, ты её отвергать начинаешь. Тебе говорят, что Ленин не такой, и Надежда Константиновна тоже была недоброй женщиной. А вот потом это всё с трудом как-то входит в организм. Я думаю, что начинает качаться маятник. Сначала Ленин – светлый идеал, потом Ленин становится кровавым убийцей. Потом, когда маятник начинает качаться, мы всё-таки начинаем осмысливать личность того же мнения Ленина во всём разнообразии. Была замечательная книга, как она называлась, то ли «Поверитель солнечных пылинок, трофтунных, не помню». Очень хорошее исследование личности Ленина, которое написано с точки зрения историка, а не с точки зрения политика. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? – Добрый день, Олег. Знаете, по поводу идеалов, вот если мы о человеке всё не знаем, вот начинают, так сказать, как он только появился на свет, вот и получаются идеалы. А вот если мы всю подноготную будем знать о человеке, то идеальных людей вообще не бывает. Вот у меня такое мнение. – Спасибо. – Я с вами не совсем соглашусь, Олег. Идеал – это не всегда результат малоинформированности. Малоинформированность просто часть идеалов. Мы человеке просто мало знаем. – Ну да. – Это не факт, что мы скажем, что он прекрасен и велик и совершенен. Скажешь, ну… – Мы просто не знаем, а его не достаток. – Не знаю я ничего. Человек как человек, я мало что о нём знаю. А когда мы человека боготворим и ставим на пьедестал, и очень болезненно воспринимают, когда мы пытаются рассказать, что король-то голый или даже не голый, а король-то со своими недостатками, вот тогда возникает некое испытание для нас. И в то же время, когда мы познаём эту меняющуюся картину мира или меняющуюся картину нашей собственной семьи, собственной жизни, всё равно это нас не делает идеальными, но мы становимся совершением, куда-то продвигаемся. – Ну хорошо, а если взять императора в Японии? Ведь это абсолютно идеализированная фигура, человеческая фигура для японцев. Мой дед воевал в Маньчжуре, и он как раз рассказывал о том, как относились к императору. Живой человек, который воспринимается исключительно как божество. – Я не могу на всё смотреть глазами японцев. Я не знаю, по-прежнему ли идеализируют современные японцы. Во-первых, японская империя – это совершенно другая традиция. Когда они гордо говорят, это единственная на земле императорская династия, которая не прерывается уже сколько-то, два или три тысячелетия. – Но они давно, да. – Да, чего они очень гордятся. Во-вторых, я думаю, кстати, даже сейчас японские императоры ближе к людям. Кто-то из них, ещё будущий принц, женится на простых девушках. То есть, на самом деле, современный мир, лучший враг идеала – это обилие информации. – И гаджет. – Чем современный мир точно богат информации? Она не всегда правдива, но она есть. И, наверное, всё-таки не стоит закрывать на неё глаза. Как всегда, есть любой информация. Стоит уметь как-то её фильтровать, сортировать и понимать её, откуда она и зачем. Но почти всегда лучше знать, чем не знать. Хотя я точно знаю, простите за тавтологию, что есть ситуация, когда мы, на самом деле, не хотим знать лишнего. Вот меньше знаешь – лучше спишь, меньше знаешь – это позволяет тебе сохранять какие-то иллюзии. А иллюзии иногда дорожимы, они нам нужны, чтобы спокойно прожить свою жизнь и дожить её. – Спасибо. На этом мы сегодня завершим. Ариэль Резник Мартов, программа «Диагноз недели». Мы прощаемся с Ариэлем до следующего понедельника.